В Шотландии очень много вариантов. А у меня всегда была мечта пойти в восточную, малоисследованную, дикую часть Гренландии. Гораздо менее исследованную и туристическую, чем западная часть. И после поездки туда, они снова спрашивают, а что дальше? Я говорю, хорошо, давайте теперь в Исландию. И это продолжается дальше и дальше. Мы решили, пойдем в Антарктиду. Вот такая история. Доброе утро. Привет. Рада тебя видеть. Я тоже рада вас видеть. Как ты? Привет. Где вы получили первый опыт хождения под парусом? В юном возрасте я проживал в Греции, где начал ходить под парусом в качестве хобби. И это было моей детской мечтой. Я читал много книг о мореплавании, дети капитана Гранта и другие. И когда я переехал в Шотландию, начал проходить различные специализированные курсы. Потом начал работать шкипером по доставке яхт. Потом начал преподавательскую деятельность. И, наконец, стал организовывать мои морские путешествия. И все это продолжается уже более 20 лет. Так что можно сказать, что это моя детская мечта. Виктория, а ты? Нет, у меня было немного по-другому. Я впервые вышла под парусом из компании друзей, которые меня пригласили в последний момент на Майорку, когда мне было чуть больше 20 лет. Мне это очень понравилось, и я захотела проверить этот яхтинг. Было ли дело в парусах, или просто понравилась веселая компания. Но было сильное желание вернуться к этой теме. И только по прошествии 10 лет я записалась на курсы выходного дня, на которых Дэнни был шкипером. А остальное, как говорится, дело техники. Все началось именно с этого. Так была создана компания Go West. И все завертелось. Вот такая история. Я могу предположить, что на рынке Шотландии существует большая конкуренция между парусными компаниями. Почему вы решили открыть парусную школу именно там? Ранее я занимал должность главного инструктора в другой школе яхтинга, самой большой в Шотландии на тот момент. И моя первая, а потом и вторая, собственные яхты, были задействованы в ней, хотя вся школа мне не принадлежала. Я просто был в должности главного инструктора. И позже, естественным путем, это привело к открытию собственной школы, в которую также перешли несколько старших инструкторов. Что касается морских путешествий, я работал в качестве шкипера на перегоне и доставке яхт. И один мой друг купил лодку еще до того, как у меня была своя собственная. Я начал подрабатывать проведением яхтинных походов вдоль западного побережья Шотландии. Я показывал участникам красоту этих мест и потом постепенно начал расширять географию. Начал привозить людей в Грецию и на острова Зеленого мыса. Это, кстати, абсолютно прекрасное место, где немного сложнее ходить под парусом, как вы знаете. Там открытый океан и постоянные сильные ветра. Затем мы стали выходить все дальше и дальше. Аркнейские острова, Исландия. У нас был очень плотный график путешествий. Когда я стал работать главным инструктором и уже имел свою собственную лодку, и можно сказать, что я переломил их нежелание заниматься этим на тех условиях, что я сам возглавлю эту инициативу на своей собственной лодке. И в то время не было особой конкуренции. Немногие занимались подобным, и мало кто хотел профессионально ходить под парусом в таких более сложных условиях. Хотя был спрос от наших клиентов и друзей. Я начал совершать все более дальние походы с клиентами, а ведь 80% наших клиентов возвращаются к нам после прохождения курсов и получения квалификаций, как раз чтобы исследовать западное побережье Шотландии. И потом они спрашивают, а что теперь? Я отвечаю, окей, приезжайте на острова Зеленого мыса. И после поездки туда они снова спрашивают, а что дальше? Я говорю, хорошо, давайте теперь в Исландию. И это продолжается дальше и дальше. А у меня всегда была мечта пойти в восточную, малоисследованную, дикую часть Гренландии. Гораздо менее исследованную и туристическую, чем западная часть. И несколько лет назад мы приобрели маленькую экспедиционную яхту и пошли в восточную Гренландию. И все шло своим чередом. И ребята, которые ходили с нами в восточную Гренландию, начали интересоваться, куда мы пойдем дальше. И высшей точкой, если можно так выразиться, для нас стала Антарктида. Мы решили, пойдем в Антарктиду. И мы сходили, и теперь, по большому счету, мы ходим во все локации между Гренландией и Антарктидой. Сейчас мы приобрели тяжелое экспедиционное судно, яхту ледового класса Global Surveyor, которую вы, скорее всего, видели на Фейсбуке или в других соцсетях. Какие любимые места в Шотландии ты можешь порекомендовать для хождения под парусом? Антарктика. Мои любимые места – это восточная Гренландия с ее захватывающими пейзажами и большим разнообразием ландшафта, чем в Антарктике. Погода там летом обычно очень хорошая из-за полярного дня. Это дополняется аутентичными инуитскими поселениями на берегу, большими айсбергами. И это не те айсберги, сложенные из прошлогоднего льда и снега. Это огромные осколки ледника, и они производят мощное впечатление. Я был там примерно 11 раз или около того, и они все еще восхищают меня. Я очень люблю эти места. Антарктида тоже очень красива. Немного более черно-белая, чем Гренландия. И намного более населена дикими животными. Там нет местных жителей инуитов, и это более сложный морской поход, потому что необходимо преодолеть пролив Дрейка, чтобы добраться туда и дойти обратно. А переход в Гренландию занимает всего лишь 5-6 дней. По дороге в Гренландию случается плохая погода в датских проливах, но их прохождение занимает всего 2-2,5 дня, а остаток пути проходят вдоль побережья Гренландии, где погода более спокойная и предсказуемая. Так что это абсолютно разный яхтинг. Так что, отвечая на ваш вопрос, Восточная Гренландия – это точно мое любимое место. А виски-тур – самый популярный тур, это правда? Да, виски-туры – это отличный способ приобщиться к походам под парусом. Вы будете проводить больше времени на суше, а морские переходы будут более короткие. Так что это хороший вариант для начинающих. И, конечно, в Шотландии мы предлагаем туры на остров Сейнт-Килде, который пользуется большой популярностью. Мы завершаем около 8 походов в год на Сейнт-Килде и внешние гибриды. И в этом году, впервые за 3 или 4 года, мы снова идем на Аркнейские острова. Тоже весьма живописное и популярное направление. Также в прошлом году мы им предложили новый тур – остров Бара. Опять же, пользуясь огромной популярностью. И очень красивые места по ходу маршрута из города Ларкс. Это односторонний маршрут, и в зависимости от направления вы взлетаете или приземляетесь на маленьком самолете на пляж острова Бара. Да, хотелось бы увидеть. В целом, в Шотландии очень много вариантов. Даже до выхода в открытое море вам откроется потрясающий пейзаж в этой локации, где находится наш тренировочный центр Royal Yachting Association. В Шотландии действительно есть, что вам предложить. Вы сталкивались с какими-либо трудностями во время хождения под парусом в Шотландии? Самая большая проблема здесь – это, конечно, погода. Как вы знаете, западный перенос ветров постоянно приносит фронты атмосферной депрессии к побережью Шотландии, и погода может испортиться очень быстро. Когда вы совершаете 7-8-дневные путешествия вдоль западного побережья Шотландии, вы, скорее всего, как минимум один раз попадете в зону низкого давления. Когда мы совершаем походы по открытому морю, например, на остров Килда, мы часто встречаем высокую океаническую зыбь, сильные волны и ветер, и погода может быть вызывающей. Другой фактор – это приливы. Нужно внимательно их просчитывать, так как марины могут закрываться приливными воротами, а в море встречаются места с особенно сильными приливными течениями. Так что можно сказать, что погода – основной вызов для парусной яхты и ее экипажа. Но мы хорошо справляемся. Можете назвать плюсы и минусы яхтинга в Шотландии? Пейзажи здесь абсолютно ошеломляющие. А также стабильный, почти что гарантированный ветер, который будет с вами большую часть маршрута, если не весь. В отличие, например, от Средиземного, Карибского моря или Юго-Восточной Азии, где вам, возможно, придется ходить под мотором всю неделю, здесь навряд ли это возможно, в Шотландии. Кроме того, здесь очень хорошие и добрые люди. Здесь большая сеть муниципальных и маленьких частных марин. Удобные бухты со стоянками на западном побережье и даже на внешних гибридах. Так что всегда есть где остановиться, спрятаться от непогоды, пополнить запасы, отдохнуть, попробовать местную кухню и выпить добрую пинту пива вечером или стакан шотландского виски. Здесь очень мало бюрократии для их сменов. И в этом отношении обстановка очень дружелюбная. Нет документов, которые нужно долго заполнять в каждом порту. Это вообще глупость, на мой взгляд, которая встречается в некоторых странах. Ты должен проходить процедуру чек-ин и чек-аут в администрации порта и все такое. Здесь тебя никто не трогает с того момента, как ты въехал в страну. Это тоже огромное преимущество. Доводы против? Я не уверен, что это прям недостаток. Скорее, часть приключения и часть вашего опыта. И многие едут как раз за этим. Это, очевидно, снова плохая погода, намного менее предсказуемая, чем в других частях света. Это, наверное, основной фактор, а также особенно, если вы приезжаете в конце лета, могут быть проливные дожди и очень высокая влажность. Пейзаж и местные жители, наверное, это две вещи на первом месте, а погода скорее добавляет колорита, которые не испытаешь в других местах. И также это особенное умиротворение, которое испытываешь, пройдя Муллов Кинтайя, последнюю точку перед выходом из залива в Фирс оф Клайд, где находятся наши базы. Вы можете быть уверены, что будете одни во всем море. Возможно, на пике сезона вы встретите какую-то другую парусную яхту, или раз в день на горизонте пройдет рыбак, и вы найдете множество якорных стоянок, где вы будете в абсолютном одиночестве. И всегда найдется свободное место в маленьких маринах на западном побережье, рассчитанных всего на 20-30 лодок. Если вы встретите в них две или три парусные яхты, вам реально повезло. Обычно там стоят только местные рыбаки и рабочие лодки. Так что спокойствие гарантировано в этих нетронутых диких местах. Также, если вам интересен трекинг и пешие походы, тут есть невысокие горы, тропы, и вы опять же сможете по ним гулять в абсолютном одиночестве. Вы сможете увидеть диких животных, оленей, иногда диких лошадей и кос, и практически никогда людей. Так что я считаю, этим обязательно нужно здесь заниматься. Ты любишь ловить рыбу или забираться в горы? Раньше я много ходил в горы, отдельно от яхтинга. Сейчас намного меньше, не знаю, может быть, дело в возрасте, или я просто стал ленивым. Так что сейчас я в горы особо не хожу. Но рыбалкой занимаюсь. Рыбалка на западном побережье Шотландии может быть просто изумительной. В некоторых походах у нас получается два дня кормить весь экипаж уловом, который они сами там поймали. Воды Шотландии по-прежнему полны рыбы. Мы знаем хорошие места и как правильно ловить. Поэтому при определенных обстоятельствах успех рыбалки гарантирован. И это очень весело. Можешь подробнее рассказать про лодку Global Surveyor? Очень красивая лодка, а какая у нее история? Раньше мы ходили в достаточно дальние морские походы на обычных стеклопластиковых лодках длиной 40-45 футов. И в основном до Аркнийских островов и Зеленого мыса. Причем иногда из Шотландии до Зеленого мыса через Марокко и западное побережье Европы. Но я всегда мечтал сходить в Восточную Гренландию, как я уже говорил. И много лет назад я прочитал книгу, которая называется «Айс. Лед». И она очень меня вдохновила. И спустя годы я нашел, наконец, лодцию по Гренландии. И в ней было описание Западной Гренландии с указанием стоянок, убежищ и объектов инфраструктуры. И что можно попасть туда почти в любое время года. А вот по Восточной Гренландии там было вступление в духе «Лучше вообще не ходить туда». Это опасно и почти недоступно. Иногда лед не сходит совсем даже летом. И практически нет никакой инфраструктуры. Я подумал, «О, это звучит действительно интересно». Доступность в Восточной Гренландию увеличилась с тех пор благодаря глобальному потеплению. Оно существенно повлияло на ледовую обстановку в Восточной Гренландии. Я хожу уже туда 5 лет и предлагаю много вариантов туров. И со временем мы сможем заходить все глубже и глубже, потому что лед постепенно отступает и ледовый сезон становится все короче. Итак, я захотел сходить в Восточную Гренландию на разведку, прежде чем везти туда моих учеников или туристов, чтобы выяснить, каково это вообще и что еще мне может понадобиться для успешного проведения похода. И я купил маленькую стальную лодку Брюс Робертс 1987 года выпуска длиной 37 футов. И мы пошли туда. Сперва я, потом Алекс, мой партнер по яхтингу вот уже почти 20 лет. И мы произвели достаточно подробную разведку в тех краях. И у меня уже появилось представление, что нам требуется для ледового плавания. И я начал искать подходящую лодку для таких ледовых экваторий. Я потратил на это около года и просмотрел огромное количество предложений. И одним из них и был Global Surveyor. Эта лодка была более крупная и тяжелая, чем я искал. Но потом, из-за того, что парень, который ее построил, был практичным минималистом и фокусировался на безопасности. Он смог построить действительно надежную мореходную лодку, подходящую для ледового плавания, со множеством полезных опций. В то же время, из-за этой минималистичности на ней не было таких удобств, как закруток, электроники и даже горячей воды. И нужно было многое доделать. Это огромный фронт работы на лодке такого размера. И поэтому я вначале отказался от Global Surveyor, так как искал готовую лодку, чтобы только повернуть ключ и пойти. Но после того, как я побывал на ней, никакая другая уже не казалась подходящей для моих задач. Глядя на другие лодки, я мысленно задавал себе вопрос, действительно ли я хочу привести людей на этой лодке в ледовую обстановку. Что я буду делать, если что-то пойдет не так? И в итоге мы остановились на Global Surveyor и решили доработать это судно под наши цели. Вот так это и началось. Есть какие-то местные правила для яхтсменов в Шотландии? Ничего особенного. Просто следуйте МППСС. Это международный свод правил. Как я уже сказал, здесь очень мало бюрократии. Никто не будет на вас наседать. Слушайте 16 канал, поскольку тут есть одна специфическая особенность. Несмотря на то, что западное побережье Шотландии достаточно безлюдное, оно может стать загруженным во время армейских или военно-морских учений. И некоторые акватории вообще становятся закрытыми, потому что в них будет отрабатываться стрельба. Поэтому внимательно слушайте 16 канал. В общем-то, больше сказать нечего. Я считаю, что это самый легкий регион для яхтинга с точки зрения бюрократии и правил. Это, конечно, не правило, но по моим ощущениям здесь особенно сильное братство, товарищество моряков. Есть дружелюбные интернет-сообщества, форумы, и я видела примеры оказания большой помощи и поддержки людям, которые попали в затруднительную ситуацию с двигателем, парусами или сели на мель. И другие лодки приходят, чтобы им помочь. И это очень сплоченный комьюнити, члены которого готовы бесплатно потратить свое время, чтобы помочь вам. А также организовывают флотилии, пикники с барбекюлетом. Все это большое сообщество и их смена в Шотландии. И я считаю, это абсолютно восхитительно. я больше нигде не видела примеры такого товарищества. И все очень дружелюбные. Действительно, приятно быть частью этой атмосферы. Посоветуй что-нибудь молодым капитанам. Ну, если это начинающий их смен, будущий капитан, то, конечно, я бы предложил ему приехать к нам на курсы, чтобы не только отточить свои навыки, но и на практике увидеть, как все это здесь работает, как все это здесь происходит. Мы посетим разные порты и якорные стоянки. Можно будет познакомиться с особенностями местной погоды. Так что, в этом заключается мое первое предложение. Если вы уже шкипер и хотите походить под парусом в этих краях, это зависит от ваших способностей и вашего опыта. Если вы хотите сюда приехать несколько раз, привезти сюда друзей или клиентов, то, возможно, вы могли бы присоединиться к одному из наших походов, чтобы провести разведку местности, а также потрясти вашего шкипера на предмет знания местных акваторий и интересных локаций. И если мы будем уже с вами знакомы и уверены в вашем опыте и у вас будет подтвержденная квалификация, вы сможете взять одну из наших яхт в аренду без экипажа. Все наши лодки отлично подготовлены к вводам в Шотландию. Вы идете сами по себе, а мы с радостью дадим совет и рекомендации по маршруту. Мы также часто организуем односторонние маршруты. Обычно чартерные компании дают вам лодку у себя на базе и вы через 7 дней должны вернуть ее туда же. И получается, что 3 дня вы мчитесь куда-то и 3 дня возвращаетесь. А мы предлагаем другой вариант. Мы предлагаем выходить из Ларкса, а закончить по ходу маршрута вдоль западного побережья Шотландии, например, в Обане, чтобы дать вам время спокойно исследовать гибриды и мчаться скорее обратно в Ларкс. А следующий экипаж садится в Обане и не спеша проделывает обратный путь в Ларкс. Так что это большое преимущество, которым я рекомендую воспользоваться. не думайте, что я скажу, что если вы великий шкипер в Гренландии или Хорватии, то Шотландия не будет для вас вызовом. Сперва приезжайте попробовать, чтобы не подвергать сразу же стрессу людей, которых вы собираетесь с собой привести, так как здесь совершенно особая обстановка для яхтинга. Дэнни, Виктория, спасибо за такой страстный рассказ о парусном спорте в Шотландии. Я с любовью вспоминаю свой опыт плавания с вашей командой и вы можете быть уверены, что когда я снова приеду в Шотландию, я приеду к вам. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...